всем огромный привет добро пожаловать на мой канал вчера мы с мужем ездили в магазин приобретали ему куртку и я заехала в магазин лента вы меня просите показывать покупки и также спрашивали насколько мне хватает того что я купила в прошлый раз ну всегда по-разному в прошлый раз я забыла приобрести муку яйца и сахар при том что я приобрела творог на на сырники и в доме нет вообще ни грамма муки в общем заскочила магазин взяла еще хлеб булку чтобы уже мне будний день не заезжать в общем сейчас ставлю вам покажу все что приобрела вот купила еще соки не были со скидкой гранатовые 2 яблочных и земляничное лето то зачем ездила 3 пакетика сахара колбасы еще такой докторской взяла две упаковки сыра вот такой что это у нас российский голландский такие сурочки не были со скидкой еще пакетики потом докупила вот такие штучки я очень люблю полезный завтрак с яблоком три штучки еще клиент докупила такой с морковкой затея тоже кстати вкусный вот такой взяла с сыром и вот такой булочку кстати тоже я очень люблю очень вкусно она на тосты геркулесовые молочный хлебушек яйца еще большую упаковку почему-то не нашла поэтому взяла вот такие 15 штук и основу для пиццы это мальчик заказал соответственно и купила сыр вот этот и колбаску это у меня на пиццу пойдет еще купила такие штучки новые такие видео с лукой с томатами мягкий сыр и вот такой с голубой плесенью я обожаю сыр с голубой плесенью но так как он очень 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 дорогой я его себе очень редко позволяю поэтому купила попробовать вот такой вот такой стал 79 рублей и вот этот тоже 79 рублей или этот чуть-чуть подороже не помню в общем что-то в этом духе попробуем надеюсь что будет вкусно вот такая вот еще у меня до закупка небольшая продуктов вот так вот он выглядит внутри намазалась и на хлебушек буду есть он похож по вкусу но не совсем да но похож немножко немножко похож если намазать на хлебушек то совсем не чувствуется вот этого сыра с плесенью его здесь всего лишь я тут прочитала два процента на самом деле такое нет не очень больше не куплю точно это скорее всего обман обман мозга чем на самом деле вкус даже по запаху не чувствуется сегодня на завтрак я опять его вот этот мягкий сыр с типа с плесенью но не чувствуется вообще плесень если прямо ложечкой оттуда взять и съесть туда чуть-чуть чувствуется так не чувствуется вот 2 2 упаковочку то что я приобрела это с томатами она как-то повкуснее но тоже не особо не стоится их сколько там 80 рублей или что-то в этом духе и вся вот эта закупка мне обошлась 1900 рублей вот как-то так но я всегда не могу из ленты уйти без того чтобы найти вот прийти купить хлеб булку молоко выйти у меня так не получается магазине лента также мы вчера ходили по торговому центру и конечно же я не могла зайти в магазин sunlight вообще была очень сильно удивлена во первых санлайте все еще продолжается черная пятница то есть там как сказать везде стоит что черная пятница скидки скидки и очень мало на витринах товара очень мало вообще особенно серебра там буквально две пары сережек пару колец две пары сережек пару колец не знаю может быть я в такой попала народу огромное количество все все скупают и я себе приобрела вот такие сережки которые сейчас на мне я вам покажу их поближе и вот так вот выглядят сережки близи очень мне понравились я хочу увидела в интернет-магазине sunlight и не безумно понравились они в живую кстати тоже очень очень симпатичные мне понравилось еще и их замочек то есть он такой видите вот эта часть достаточно широкая и комфортно единственное что я боялась что видите вот здесь вот такой идет как загиб такой небольшой боялась что будет что-то задевать но нет очень удобно очень комфортно и конечно таких не сплю в сережках они выглядят вблизи очень симпатичные синенькие зелененькие камушки такой лепесточек кажется очень мило не знаю я наверно еще на новый год точно одену очень потому что мне они прям приглянулись очень-очень симпатичные и столь они у меня есть чек в 1245 рублей видите какой-то шпинель синяя синтетическая я не знаю что это такое число но я тогда вот это это камушки имеется в виду вот эти вот и они зеленые только ничем от фианита вот эти синие камушки куда шпинель что это за шпинель не знаю вот если знаете напишите мне пожалуйста но я думаю это какой-то разновидность не знаю фианитиков каких-то наверное что-то в этом духе так что вот такая вот у меня красота теперь вот так вот они на мне смотрятся мне кажется очень миленько очень симпатично такие они нужны на новый год одеть к с каким-нибудь платьишком очень симпатичненьким и как я уже сказала обошлись 1240 1245 рублей мне кажется вообще очень очень мило и мне как-то писал одна девушка еще под старыми моим видео что в магазине sunlight на самом деле не такие дешевые цены что они у них изначально цены высокие они делают скидку поэтому получается вот как бы дешевле но на самом деле мне кажется что все таки нет потому что я даже ради интереса заходила в другие ювелирные магазины но это не 585 какой-то золотой дом потом еще какой-то карат что ли или что то в этом духе честно не помню название уже этих магазинчиков торговых центрах они мне кажется во всех есть и я смотрела именно серебро и смотрела именно серьги так вот дешевле 1200 причем 1200 это такие просто найти гвоздики без каких-либо вставок просто серебряные каким-то там виде цветочка сердечко или еще что-то 1200 рублей других магазинах здесь я вот такие замечательные но мне кажется просто шикарнейшие серьги приобрела за 1245 вот такие серьги в других магазинах сто процентов стоили был но не знаю больше двух тысяч это точно из серебра про золото я не знаю золото я не сравнивала но вообще если подходить уж так к этому вопросу к вопросу качество металла качество вставки ну фианиты мне кажется вообще туда заморачиваться не стоит насчет если это какие-то именно камушки да там бриллианты или еще какие-либо другие если вы прям вкладываетесь то есть хотите приобрести какую-то вещь до достойную то во первых и цена ее будет но никак там не 10000 рублей она много намного больше то есть это уже украшение от 50000 и выше допустим те же серьги в принципе кольца то же самое это уже когда идет вопрос качество камня качество там или вида огранки и так далее там подобное конечно уже это более такая дорогостоящая покупка такое вложение скажем так денег в какой-то ювелирное украшение но я такие украшения покупала вот просто просто поднять все настроения просто что-то новенькое что-то разнообразное мне кстати когда я снимала видео про свои ювелирные украшения мне девушки писали что наталья попробуй серебро тебе обязательно понравится тебе подойдет и не вы знаете вот я сейчас ношу серебро и мне вообще безумно нравится мне кажется что да кому цвета типу можно наверно так сказать очень подходит очень симпатично но по поводу санлайта если вы думаете как-то иначе не знаю напишите обязательно вообще что вы думаете поэтому по поводу этого магазина но мне кажется вот какие-то серебряные украшения даже если вы не любите серебро там есть серебро с покрытием золото до которая ну вот по крайней мере мои сережки там вот которые были в виде бабочек до который я тоже показывала они никак ничего не стерлись ничего с ним не произошло замечательно выглядит и мне очень нравится просто себя побаловать не знаю купить что-то новенькое все-таки все серебро она есть серебро да она просто потемнеет почистили и вас опять как новое украшение не знаю вот я ничего в этом плохого не вижу в санлайте мне кажется наоборот себя порадовать всегда нужно и кстати я там видела сережки которые вообще стоили 400 рублей такие гвоздики небольшие мне кажется вообще супер вариант для даже так подарок на новый год какой-нибудь молодой девушки да там школьницы какой-нибудь да которая тоже хочется как-то украсить при этом вы дарите не просто что-то до серебряное украшение мне кажется это классно и спасибо санлайту за то что он дает такую возможность обязательно напишите мне что вы думаете по поводу санлайта и также в этом видео я хотела бы по вашему запросу немножко поподробнее рассказать о пилингах которые делала я и те которые у меня сейчас есть я никогда не делала глубокие пилинги не желтый пилинг не какие либо другие в у косметолога и никогда более серьезные с высоким процентным содержанием кислоты дома я тоже не делала то есть я просто два года подряд покупала салфетки от холиленд давайте я начну вот с этого тоника альфа комплекс от холиленд он стоит на сайте фарма косметика 1200 чем-то рублей я вам ссылку на него оставлю внизу в инфобоксе вы почитаете здесь просто фруктовые кислоты обновляет кожу обладает тонизирующим подтягивающим действием способствует сокращению пор и выравнивать текстуру кожи действительно правда пора но у меня их особо нету у меня немножечко вот тут на носике совсем чуть-чуть на подбородке есть но действительно они становятся менее заметными кожа такая прям более отшлифованная очень классно если вы никогда не пользовались никакими пилингами или хотите подготовить кожу к пилингу рекомендую очень сильно 1200 и мне нужно пользоваться каждый день если будете пользоваться каждый день подсушите кожу даже жирную кожу подсушите через день или не знаю два три раза в неделю мне кажется вот так хватит и как вы видите у меня тут не за половина мне кажется точно есть еще что касается вот этого пилинга это мульти пилинг я вам даже зачитаю здесь содержится салициловая кислота молочная кислота экстракт плак планктона мочевина фенол биосера он обладает превосходным отшелушивающим свойством сочетание мочевины с минеральными солями разрыхляет размягчает эпидермис фенол оказывает мощное противовоспалительное омолаживающее средство восстанавливает эпидермальный барьер способствует повышению кожного иммунитета наносить его нужно на 10 минут но я начинаю им пользоваться вот так вот то есть я вначале вы протирала кожу вот этим лосьончиком и вчера я нанесла вот этот пилинг и оставила его буквально минуты на 5 максимум он слегка пощипывает кожу причем он пощипывает вот здесь мне кожу вот здесь ну то есть на тех зонах до которые вот подвержены которые более чувствительные может быть у вас вот здесь вот он слегка он не жжет кожа не краснеет ничего такого не происходит она слегка так розовеет кого-то вы после морозца пришли даже даже после легкого морозца пришли после этого пилинга я наношу сейчас крем холиланс авокадо вообще этот после этого пилинга очень хорошо наносить какие-либо сыворотки питательные антивозрастные любые такие мощные сыворотки они будут с этим пилингом в сочетании с ним то есть будут действовать в несколько раз лучше вот это у меня уже банка я купила ее в прошлом году сейчас на сайте этот пилинг стоит 2 889 рублей я посмотрел на сайте фарма косметика я заказывала его там же и то есть вот у меня в этом году я думаю закончу десна что он имеет аромат гуаши вот детской обычной гуаши вот так вот он пахнет и у меня все время муж смеется он крит опять гуашью намазалась шелушение я использую этот пилинг максимум раз в неделю мне достаточно у меня кожа сухая если у вас комбинированная или жирная кожа наверное можно два раза в неделю использовать оставлять не более 10 минут и его не нужно никак как сказать просто его его смываете водой нейтрализовать его никак не нужно и все наносите какой-нибудь хороший увлажняющий питательный крем наносите или сыворотку какой-нибудь увлажняю что именно ту которая будет хорошо напитывать кожу и с утра у вас не будет никаких шелушений совсем никаких и у меня их тоже нету поэтому и также как я вам говорила я после на следующее утро наношу увлажняющую маску или если вот вам вас допустим с утра нету времени на то чтобы наносить маску наносите увлажняющий крем на целый день чтобы не пересыхала кожа потому что любые пилинги мы знаем они подсушивают немножко кожу верхний слой то есть они вот шелушивают верхний слой да из-за этого нам кажется что кожа немножко подсохла поэтому используйте увлажняющие различные маски крема и так далее поэтому я его очень сильно рекомендую но меня просили также рассказать про салфетки которые я вам очень часто рассказываю о них я на них ссылку тоже оставлю не везу в инфобоксе это салфетки от марки holly land это линейка которая называется у нас сейчас я посмотрю это салфетки линейка альфа бета ретинол здесь альфа комплекс линейка да а там именно альфа бета ретинол салфетки содержит в себе фруктовые экстракты гликолевую кислоту салициловую кислоту и ретинол кто страдает высыпаниями это прямо ваши салфетки честное слово потому что с теми салфетками на период использования и даже какое-то время после я вообще забыла что такое высыпание честное слово вообще если у вас есть высыпание если вдруг вы хотите сделать пилинг у вас хотел вскочил один какой-то маленький прыщик не наносите на него не вот этот пилинг не вот это ничего такого не надо носить просто вокруг обошли и сделали дальше потом смыли да там в упаковке 24 салфетки я использовала одну салфетку на 1 1 использовала максимум то есть я как начала первые две недели я использовала три раза в неделю а потом два раза в неделю на всю зиму с головой мне хватило значит я эту салфетку там она очень хорошо пропитана очень хорошо она достаточно большая не разворачивала протирала хорошенечко много-много раз проводила по лицу даже зону декольте И даже вот сюда чуть-чуть даже на руки почти заходила. То есть обмазывала вот так верхнюю часть. Многие очень девочки, я читала в отзывах, они разрезают эту салфетку пополам. То есть ни одной салфеткой пользуются два раза. Я вообще так не рекомендую делать, потому что вероятность высыпания у меня очень велика. Если я использую тканевые маски два раза, то есть один раз нанесла, потом обратно сложила, пусть даже положила в холодильник. У меня после второго раза обязательно выскочит где-нибудь прыжечек. Поэтому не рекомендую тоже так делать. Можно салфетку просто чистыми руками достать или пинцетиком разрезать, положить, завернуть, положить в холодильник. Я всегда, кстати, такие вещи кладу в холодильник. На дверцу, например. А вот этой маленькой половиночкой пользоваться. Протерли шею, вот здесь вот хорошенечко личко. Не нужно все это смывать. Подождали, когда все это впиталось и сверху нанесли крем. Любой. Но, как я уже говорила, желательно использовать какой-нибудь питательный. Или увлажняющий крем. Лучше даже питательный. Может быть даже каким-нибудь антивозрастным. В зависимости от вашего возраста и потребности вашей кожи. Нанесли и вы увидите, что вот это средство, которое вы нанесли поверх, оно будет работать просто на ура. Честно, вот после вообще вот этих всех средств, я не знаю, крема работают, крема, сыворотки, все работает просто на ура. Я очень сильно рекомендую. Но, если вы уже делали какие-то достаточно серьезные пилинги с высоким содержанием кислоты, да, высоким процентным содержанием кислоты, то вот это вот вам покажется чем-то непонятным. Вы не поймете ни вот это, ни салфетки. Потому что, тем более, если кожа у вас уже привыкла к пилингам, то вот те салфетки, они у вас, или вот эти вот, да, вещи, это такая вот предподготовка к пилингу, да, когда вы подготавливаете кожу. А так, потому что у меня знакомая девочка, она использует серьезные пилинги у косметолога. И вот это вот она вообще сказала, Наташка, какая-то ерунда, честное слово, не работает. Потому что она уже использует достаточно серьезные пилинги, в том числе и желтый пилинг, который вот ей как-то там на лоб наносят, в общем. Вот, поэтому, а так для легкого пилинга, я не знаю, вот мне хватает, и я очень сильно рекомендую. Но получается, что выгоднее вот это приобрести. Вы изначально заплатите больше, нужно его совсем чуть-чуть наносить тонким слоем. Вот мне хватает на вторую зиму, и просто супер. А те салфетки, если будете разрезать, ну, 24 штуки на 48 раз вам хватит, да. В принципе, тоже на всю зиму вполне даже достаточно будет. И потом, на следующий день, если солнечно, то обязательно наносите какой-то крем с SPF. Это не обязательно SPF 50, но, как мне говорил косметолог, не менее 15 SPF. То есть, если у вас в тональном креме содержится SPF, там SPF 15, 20, там или 30, то вам этого будет вполне достаточно. Никакой пигментации у меня не вызывает, опять же, шелушение не вызывает. Опять же, потому что я использую увлажнители очень хорошо. Стараюсь ему увлажнять кожу и так. Вот. Почему я не использую более серьезные пилинги? Просто потому что, ну, вот пока мне достаточно этого. Пока я не вижу потребностей делать более серьезные пилинги. И кожа вот с пилингами вот этими, да, особенно вот с этим и с теми салфетками от Holy Land, она разглаживается особенно на лбу очень заметно. Мне, кстати, многие пишут, что у меня ботокс в лбу нет. Вот я могу сморщить полностью лоб. Но я не хмурюсь, я удивляюсь. То есть, у меня, видите, вот здесь вот, ну, и он видно на камеру, да, вот такие заломы, которые остаются обычно со мной. То есть, вот даже видно, да, я удивилась, и вот залом он остался. То есть, у меня нет здесь заломы, здесь нет заломов. А вот здесь, вот так как я удивляюсь постоянно, у меня заломы есть. Поэтому они становятся, они не то что проходят с этими пилингами, они просто становятся менее заметны. И кожа такая становится, ну, как отполированная. Она очень красивая становится, отдохнувшая. Не знаю, нет вот этой серости лица, которая у меня лично часто бывает зимой. Вот с этими пилингами такого нет. Поэтому они мне очень-очень сильно нравятся. Ну, и на сегодня я буду заканчивать. Я надеюсь, вам понравилось такое видео. Оно было бы для вас полезным и интересным. Не забывайте оставлять свои комментарии. Особенности по поводу сэнлайта. Мне будет очень интересно почитать. Всех люблю, целую. И до новых встреч! До новых встреч!